Русские люди не могут не замечать, что в стране происходит хозяйственная катастрофа, связанная с грубейшими ошибками политического руководства страны и с ориентацией этого руководства исключительно на интересы олигархии, а также и на этнические кланы, которые у нас представлены в органах власти и в высших эшелонах имущественной элиты более чем где-либо. По сути дела власть является оккупационной и ведет себя как оккупационная, но еще и находящаяся в ситуации войны, которую она в чистую проигрывает. Поэтому доллар у нас перешагнул отметку 52 рубля, евро тоже стремится далеко за 60 и конца края этому падению нет. Но к сожалению уровень самосознания властной верхушки нас таков, что они допускают такие глупости, что начинают нас уговаривать, мол так оно и должно быть. Это даже очень хорошо. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился, но на 30%. Разницы, как я понимаю, между 1,3% и 1,3% президент Российской Федерации, лицо, которое замещает этот пост на сегодняшний день, не видит. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Как я понимаю, лучший способ наполнения бюджета с точки зрения нынешнего руководства страны, это вообще провалить курс рубля как можно ниже, и тогда с бюджетом вообще не будет никаких проблем. Только непонятно, почему предшествующие полтора десятка лет этим не занимались. Надо было вот так, как и говорит сегодня Владимир Путин, пусть доллар стоит 100 рублей, евро стоит 500 рублей, неважно, это уже будет огромный прорыв экономический, в бюджете будет столько денег, что мало не покажется, потом раздать гражданам все будут довольны. Вот такая замечательная финансовая система, видимо, нам и предстоит в ней жить. Помимо прочего, еще и нефть падает в цене, но это, видимо, тоже не очень сильно беспокоит руководство страны, потому что Роснефть уже пытается пугать весь мир сокращением добычи. ОПЕК вот отказывается понижать уровень добычи, ну, значит, будет Роснефть влиять на рынок нефти путем сокращения добычи. Не знаю, правда, кого это насмешит, а кого это огорчит, скорее, наверное, рассмешит, вряд ли кого-то огорчит. Ну, помимо прочего, еще и началась торговая война с Белоруссией. Почему? Что-то президент Белоруссии не так сказал, и в Кремле послышалось что-то не совсем лояльное к его политике. Ну, тогда начинаем торговую войну. Что будем? Творог и молоко запрещать ввозить? Будем откуда ввозить из Аргентины или откуда? Наверное, дешевле ввозить все-таки из Белоруссии. Видимо, у нас экономика становится заложником политики, даже и не политики, а какого-то политиканства. Про меня что-то там нехорошо сказали. А давай-ка мы им устроим такое эмбарго, чтобы им мало не показалось. Это отношение к дружественной стране, отношение к партнеру по союзу России и Белоруссии. Ну, что это такое? Ну, вместо того, чтобы все вопросы личных взаимоотношений частным порядком и разрешать, у нас начинаются вот такие действия, которые, ну, где-нибудь в подворотне, может быть, имели бы какой-то смысл, но в межгосударственных отношениях. Это просто стыдно и демонстрирует крайне низкий уровень политической группировки, которая присвоила сегодня себе власть и пытается править от имени нашего народа. Ну, а с народом продолжается война, и объявленная уже война дополняется угрозами. Так министр внутренних дел Колокольцев пообещал использовать внутренние войска со всей бронетехникой и тяжелым вооружением против тех, кто будет, по его мнению, проводить какие-то неправильные действия в российских городах, то есть готовить, как они считают, цветную революцию. Кого они хотят расстреливать-то? Мирных граждан, которые без оружия выходят на площади и говорят о том, что власть их не устраивает, что такая власть – это просто гибель для страны? Ну, Колокольцев, видимо, выполняя поручения своего начальства, прямо угрожает нашему народу и прямым истреблением его в том случае, если народ выйдет на улицы и в соответствии со своим правом, написанным в Конституции, объявит о своих требованиях, о своих правах, о том, что с таким правительством жить не желает. Массовые убийства нам уже обещаны. Гражданин Колокольцев, как вы думаете, какая мера ответственности ожидает вас, если ваши планы по массовому убийству будут реализованы? А кого считают у нас организаторами цветных революций? Оказывается, вот партия «Великая Россия» попала в такой список, который используется в средстве массовой информации для того, чтобы пугать граждан русским национальным движением. Русская революция, которая должна стать актом очищения от воров и изменников, нет, теперь эти воры-изменники начинают показывать пальцем куда-то в другую сторону, лишь бы на них не смотрели, на них, на виновников того, что творится с нашей стороной. Поэтому в один из фильмов телекомпании «Рент-ТВ» попадают кадры шествия партии «Великая Россия» и говорится о том, что вот эти люди готовы организовывать цветные революции всюду в мире. Существуют такие патриоты-нацисты в России, которые на самом деле тоже активно получают деньги Запада. На самом деле это скрытая армия, которая насчитывает десятки тысяч человек. Их бойцы могут внезапно собраться и нанести удар. Вторая категория поддержания радикальных организаций. Дело в том, что и наши некоторые радикальные организации тоже получали финансирование, это известно, скинхеды и так далее, с Запада. И это реальность, это объективная реальность, которую можно легко доказать, легко найти эту информацию. Интересно знать, откуда у нашей партии такие ресурсы могут быть. И кто нам предъявит какие-то претензии, что мы брали деньги у каких-нибудь олигархов или зарубежных спецслужб. Этого просто не было. И те, кто занимаются этими вопросами в российских спецслужбах, прекрасно это знают. Откуда вдруг у РЕН-ТВ такое желание оскорбить нашу партию, представить ее какими-то боевиками или штурмовиками. Ну, видимо, просто такая задача поставлена, дискредитировать все, что только на глаз попадается кремлевской олигархии. Ну, вот пытаются дискредитировать партию Великая Россия. Ну, я думаю, что вменяемому гражданину и так понятно, кто создает эти новости, кто размещает заказы в этих новостях, чтобы оскорблять и клеветать на тех, кто как раз противодействует всяким цветным революциям. Партия Великая Россия с самого начала выступала против болотного протеста, всячески ему противодействовала. Даже тогда, когда Кремль, наоборот, считал, что так и хорошо, и хорошо, что сотни тысяч людей выходят на улицы. Группировка белоленточников спонсировалась, в том числе и из кремлевских источников, и из источников, близких к олигархическим кругам, кремлевским или московской мэрии. Это уже сейчас не секрет, но наша партия-то никого не спонсировала и никем не спонсировалась. Откуда же вот это желание нас оклеветать? Ну, вот оттуда же, потому что мы на самом деле являемся главными противниками воровского режима, а вовсе не какие-то там белоленточные шествия, с которыми всегда можно договориться, с которыми всегда можно купить. Конечно, наша партия не в состоянии вывести, скажем, на Васильевский спуск 100 тысяч человек, потому что у нас нет денег, чтобы платить вот всей этой массовке, которую то и дело нанимает Кремль, для того, чтобы показать всенародную любовь к всенародноизбранному. В народе нет этой любви, это анекдот, это россказни, все эти рейтинги и так далее. Мы просто не верим в эти россказни и в эти рейтинги, поэтому попадаем в антирейтинги вот той власти, которая ненавистна всякому разумному и всякому дееспособному человеку. Не станет же разумный дееспособный человек поддерживать воровскую и изменническую власть, а именно такая и никакая другая власть находится сегодня в Кремле. И если уж тогда мы являемся для этой власти главными врагами, ну тогда, значит, мы самые главные друзья нашего народа. Значит, русское национальное движение – это и есть последняя и, может быть, единственная надежда нашего народа на избавление от гнусной власти, на учреждение того политического режима, который позволит России подняться и пойти вперед со своим историческим творчеством, продолжая его с незапамятных времен. В русском движении, как никогда, востребован курс на учреждение корпорации русских политических структур. Этой целью послужило совещание русских национально-патриотических организаций, которые объединены общим названием «Русская коалиция действия». В настоящее время «Русская коалиция действий» складывается уже из десятков, более десятка, менее или более известных русских политических организаций. 27 ноября прошло очередное такое совещание. С полным единодушием обсуждались вопросы, крайне важные для русского движения, как текущие, так и перспективные. Совещание приняло решение об участии в протестах против развала здравоохранения и коммерциализации медицины. Высказана поддержка протестов граждан, которые возмущены действиями административных органов в разных точках нашей страны, фактически ликвидирующих, уже ликвидировавших бесплатную медицину, но сейчас добивающих медицину как таковую, коммерциализирующую ее и фактически предоставляющую возможность лечиться продуктивно, продолжать свою жизнь, лишь небольшой прослойке современного российского общества. «Русская коалиция действия» рекомендует политическим активистам участвовать в соответствующих акциях протеста. Но, к сожалению, наши попытки выйти на связь с организаторами шествия 30 ноября, профсоюзными деятелями потерпели неудачу. Разнообразные условия участия русских организаций в этом шествии не дают нам возможности рекомендовать кому-либо из общественных организаций, действующих на территории Москвы, поддержать это шествие своими лозунгами, своими флагами, тем более, что все это считается совершенно ненужным. Вот этими профсоюзниками, которые присвоили себе право граждан выступать за свои собственные интересы и, видимо, считают, что медицинские профсоюзы – это и есть выражение интересов граждан. У нас свои интересы. У нас интересы в том, чтобы здравоохранение было сохранено, чтобы оно было государственным, чтобы оно было по большей части бесплатным и чтобы оно было эффективным. Видимо, профсоюзы, медицинские профсоюзы Москвы ставят себе задачей что-либо другое. Именно поэтому на одни обращения русских организаций с предложением о сотрудничестве не последовало вообще никакого ответа, а на другие обращения было сказано, что мы должны приходить с такими лозунгами, которые будут посвящены только медицине, как будто разгром медицины ведет сама медицина. Мы хотели прийти с лозунгами «долой преступную власть», «прекратить геноцид», «вернуть и приумножить», имея в виду, что необходимо вернуть здравоохранение в государственный сектор управления. Но все это не нужно профсоюзным деятелям, они играют в какую-то свою игру, они уже выбили для столичных медиков, которых увольняет Собянин с помощью ствования, кому-то 500 тысяч рублей, кому-то 300 тысяч рублей, неважно. Главной цели они уже добились, а тогда для чего выходить нашествие? Главной темой, которая тревожит подавляющее большинство граждан, не имеющих, разумеется, медицинского образования, не работающих в поликлиниках и больницах, данное шествие игнорирует. Поэтому мы рекомендовали нашим активистам участвовать в московском шествии на частной основе, а русским организациям не приходить ни за своими флагами, ни за своими лозунгами. Я подозреваю, что с лицами, которые организовали шествие 30 ноября, мы вряд ли когда-нибудь найдем общий язык и будем иметь общие дела, потому что здесь они решают свои частные вопросы, а не вопросы, которые интересуют подавляющее большинство граждан. Еще один вопрос, который обсуждался на совещании русской коалиции действия, это продолжение политических репрессий. И прежде всего мы обсуждали инициативу Генеральной прокуратуры, которая требует от московского суда ликвидации народного ополчения имени Минина и Пожарского. Это такой симптом ликвидации ополчения, в то время как ополчение сражается в Новороссии, в то время как отмечаются подвиги ополчения Минина и Пожарского 4 ноября каждого года. Что в Генеральной прокуратуре засели русофобы, и вся верхушка Генпрокуратуры является русофобской, это, конечно, не новость. Но вот то, что против ополчения начали выступать эти люди, и без всякой предварительной подготовки направили судебный иск в Мосгорсуд, вот это действительно серьезный поступок, который говорит о том, что власти намереваются усилить репрессии против русских патриотических, национально-патриотических, националистических организаций. Ну, на это, собственно, сподвиг Генеральную прокуратуру и человек, который называет себя президентом, и другие узурпаторы власти, которые сидят в Кремле, конечно, стремятся к тому, чтобы русский народ никогда не поднялся, потому что перед русским народом в таком случае придется отвечать. Перед русским национальным правительством все изменники и воры будут отвечать по всей строгости русского национального законодательства в условиях национальной диктатуры. Ну, поскольку они нас боятся, поэтому и придумывают вот все судебные разбирательства. Ну, и, конечно, к кому попадает судебный иск из Генпрокуратуры? К специальному судье, который подобные дела уже рассматривал. Это судья Казаков, некий патентованный негодяй, который именно специализируется по русским национально-патриотическим организациям. В 2007 году и в 2008 году он участвовал в том, чтобы отклонить все иски партии «Великая Россия» против Росрегистрации, отказавшейся дать правовой статус нашей партии. А, в общем-то, все документы Росрегистрации были подделаны, и мы на суде это показали и доказали, что все документы были подписаны задним числом и сфабрикованы, не являясь, не представляя никакой ценности для того, чтобы делать из этих документов какие-то юридические выводы. Судья Казаков признал наши иски несостоятельными. Затем этот человек ликвидировал движение против нелегальной эмиграции, потом он ввел судебные процессы против армии «Воли народа». Теперь вот займется народным ополчением имени Минина и Пожарского. Мы должны помнить, кто такой судья Казаков, кто им руководит, чьи приказы он исполняет, и должны знать, что если судебное дело ведется именно этим человеком, то беззаконие будет основой при принятии решения. Нет никаких сомнений, что судья Казаков будет стоять на стороне изменников и предателей из Генеральной прокуратуры, а те обслуживают режим олигархии, режим государственной измены. Те нормы жизни, которые утверждены у нас в 90-х годах, бандитский режим изничтожает русский народ всеми возможными способами, в том числе и политическими репрессиями. Мы должны каким-то образом отметить годовщину Манежки, а также годовщину принятия фальшивой Ельцинской Конституции. Напомним, что события на Манежной площади произошли 11 декабря 2010 года и были посвящены разгулу этнобандитизма, который нисколько не уменьшился за прошедшие годы, и власть ничего равным счетом не сделала, чтобы оградить граждан от этнобандитизма. Власть также отказалась от того, чтобы прекратить свою изменническую, предательскую миграционную политику, поэтому страна заполняется миграционными потоками, в которых криминальная составляющая очень существенна, и 70% тяжких преступлений приходится именно на вот эту миграционную волну. Закрыть границы России, изгнать всех недавних иммигрантов, конечно, является целью русского движения, и это прямо противоречит с целем олигархии на замещение коренных народов России, живущих в нашей стране, другими народами, пришлыми и готовыми к рабскому существованию. На совещании русской коалиции действия также говорилось о необходимости проведения национальной конференции, где будут отработаны вопросы русского мировоззрения и объединительные процедуры, связанные с необходимостью формирования общей структуры управления, имеющими разные ориентации русских организаций. Мы должны сплотиться в том, чтобы наши действия всегда были согласованы, синхронны, оказывалась взаимная поддержка, и мы на деле реализовали принцип «один за всех и все за одного». К сожалению, сейчас этот принцип действует очень вяло, и те политзаключенные, которые томятся в застенках оккупационного режима, не получают должной помощи. Те, кого начинают преследовать, тоже не получают необходимой поддержки от русских национальных организаций, ни моральные, ни материальные. Мы должны исправить эту ситуацию и должны действительно создать единое русское народное национальное движение. В связи с этим принято решение о формировании Оргкомитета Русского национального фронта, который должен образоваться на вот этой русской национальной конференции. О дате ее прохождения мы непременно сообщим, и соответствующая информация появится на электронных ресурсах тех организаций, которые будут участвовать в проведении конференции и формировании Оргкомитета Русского национального фронта. Олигархия и народ. Эта тема останется актуальной до тех пор, пока либо олигархия не будет уничтожена, либо олигархия не уничтожит наш народ и нашу страну. Здесь никакого перемирия быть не может. Это война на уничтожение. Либо мы их, либо они нас. В ближайшее время олигархия предполагает затянуть пояса гражданам и научиться жить в новой экономической ситуации. Об этом на экономическом форуме «Экономическая политика в условиях глобальной турбулентности» заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, пришло время для реализации сложных экономических решений и отказа от лишних бюджетных трат. Лишние бюджетные траты – это траты на социальные программы, на социальные системы. Поэтому идет ликвидация образования, ликвидация здравоохранения, прекращается финансирование науки. Зато избыточно финансируются полицейские силы и все репрессивные органы. То есть фактически идет уничтожение страны, уничтожение народа. За счет того же самого народа, который наполняет бюджет своими деньгами, и эти деньги расходуются на систему истребления этого народа. Вот что замыслила олигархия в связи с кризисом, который она сама же организовала. При 108 долларах за баррель мы слишком богаты, а рубль был более крепок, чем реально мог себе позволить. Сейчас все приходит на свои места, так заявил Силуанов. Ну то есть все хорошо, прекрасная маркиза, можно заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Зато в то же самое время Газпром на 15 лет освобождается от налога на добычу полезных ископаемых и на 20 лет от налога на имущество, если реализует проект поставки газа в Китай по газопроводу Силы Сибири. Если реализует, а если не реализует. Можно 15-20 лет жить за счет страны. Можно. Газпром живет уже 20 лет за счет страны. Ничего, нормально, еще проживет. Ну а потом через 15-20 лет либо и шаг сдохнет, либо и мир. Поэтому Газпром получает фактически пожизненную льготу от государства, от нас с вами получается. То есть из наших карманов вынут, в карманы менеджеров Газпрома положат. Вот такая политика олигархии. Коллегия счетной палаты Российской Федерации по результатам мониторинга эффективности использования бюджетных средств, вот кстати о бюджетных средствах, направляемых на закупку товаров, за 9 месяцев текущего года выявила порядка 400 нарушений законодательства на общую сумму около 112 миллиардов рублей. Неплохо живут ребята. 100 миллиардов рублей фактически разворовали. Счетная палата об этом достаточно откровенно объявила. Ну кому до этого есть дело в Кремле? Да им всем наплевать на это. Кроме того, в рамках проводимого мониторинга закупок стоимостью свыше 1 миллиарда рублей установлено, что за 9 месяцев текущего года 4 госконтракта на общую сумму 10 миллиардов рублей были заключены федеральными заказчиками с организациями, которые в той или иной степени контролируются юридическими лицами, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях. Работаем на заграницу. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию представитель Челябинской области Константин Цепко выехал в Израиль примерно месяц назад и не планирует возвращаться в Россию. Сенатора попросили покинуть Верхнюю палату, взамен он получил обещание, что против него не будет возбуждено уголовное дело. Такое предположение сделал один из его подельников в «Единой России». Сенатор из Совета Федерации не ушел, поэтому в начале июня Генпрокуратура направила в Верхнюю палату запрос о лишении его неприкосновенности. И было заявлено, что получены достаточные данные, указывающие на наличие в действиях Цепко признаков преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса о получении взятки. Ну, получается, что человек умилее, конечно, Израиль, там свобода, а здесь тюрьма. Ну, а что же еще в России, может быть, кроме тюрьмы, для взяточника? Правда, мы не знаем, какие там внутренние расклады в этой олигархической системе. Кто больше прав, кто больше виноват, кто больше украл. Может быть, тот, кто возбуждает уголовные дела, тот как раз и больше украл, чем тот, который попадает под воздействие правоохранительной системы. В общем, все они там воры, просто одни в большей степени, другие меньше. Одни более заметны, другие менее заметны. Не всех миллиардеров мы знаем, не все лезут в средства массовой информации и в рейтинги Forbes. И не всех воров мы знаем. Вот некоторые вдруг тут возникают на поверхности информационных волн, и их потом выплескивают куда-нибудь в Израиль. Вот такой у нас Совет Федерации, такие у нас представительные органы власти, которые, конечно, не представляют народ, а представляют корпоративные группировки олигархии. То, что все это должно быть ликвидировано, в этом нет никаких сомнений. Иначе будет сплошная преступность, воровство и измена в органах государственной власти. Следственный комитет по Морвенской области возбудил новое уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности председателя областной думы Василия Шамбира. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Шамбир в период января-марта 2009 года, являясь генеральным директором Кандалакшского опытно-механического завода, воспользовался своими служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами предприятия и заключил ряд договоров, противоречивших интересам предприятия, чем нанес ущерб на сумму не менее 229 миллионов рублей. Ну, в общем, не такая уж большая сумма, казалось бы, но все-таки это из карманов людей вынута сумма, и прощать такие вещи, конечно, совершенно невозможно. Ранее в отношении чиновника было возбуждено еще три уголовных дела. Были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье мошенничества, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере. И еще одно дело по присвоению денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ну и, как всегда, депутаты, как всегда депутаты. Один из двух авиадебоширов, из-за которых пассажирский Боинг вынужденно сел в Новосибирске, оказался депутатом Калининградской области. Ну и, как всегда, если ты хамишь, безобразничаешь, то, ну вот, либо тебя немножечко погладят против шерстки, немножечко поругают в прессе, а когда все это дело затихнет, может, даже вице-спикеры изберут, как Андрея Исаева, которому, конечно, не место в органах государственной власти, ну, кроме метлы, я думаю, что ему вообще ничего нельзя поручать, да и то надо будет проверять, что с этой метлой, не сломал ли он ее. Ну, а вот, любопытно, вид сверху, дачка Ротенберга, закон имени Ротенберга, как его назвали, иронично окрестили, это дань Государственной Думы на алтарь золотого тельца, то есть это обслуживание олигархии, вот таких Ротенбергов с такими дачками. Такие люди у нас правят, так они и формируют свое собственное богатство, и живут на широкую ногу, представляя себя королями или там дворянами, князьями. Вот это князья мира сего, с которыми нам надо как можно быстрее расстаться и учредить все-таки в России русскую, настоящую русскую власть, без вот этой шпаны с огромными латифундиями и дворцами, которые они понастроили в последние два десятилетия. Трагедии, все думают, что они ходят под властью олигархи, они ходят под богом и делают выбор, который бывает страшным. Есть вице-спикер Государственной Думы Владимир Абдуалевич Васильев, который возглавляет Единую Россию. Прежде работал в МВД, был генерал-полковником, его всячески прославляла ныне действующая власть. Ну и вот его помощник упал с 18 этажа. Эта информация была подтверждена. С какой стати он спрыгнул с 18 этажа, или кто его оттуда сбросил, это еще предстоит выяснить. Но сам факт того, что у одного из лидеров Единой России, то есть партии негодяев, партии воров и изменников, такие истории случаются неоднократно. И это фон их жизни, они ее выбрали. Но нам такая жизнь не нужна, поэтому нам не нужна ни партия Единая Россия, ни нынешняя Государственная Дума, ни вся эта воровская государственная система, которую они придумали. Нам нужно возвращение к русским традициям государственного управления. На этом мы будем наставить, для этого существует русское национальное движение. Известная гимнастка Светлана Хоркина получила должность эфирента в контрольном управлении президента России. Контрольное управление проверяет исполнение всех указов, распоряжений и любых других решений президента, и главы его администрации контролируют реализацию ежегодных президентских бюджетных посланий, послания федеральному собранию, готовят на основе проверок предложения под предупреждением и устранением выявленных нарушений. Видимо, гимнастика имеет к этому самое прямое отношение. И кому же, как не гимнастке, заниматься вопросами государственного управления, вопросами финансирования, вопросами бюджета. Вот Светлана Хоркина, некогда прославленная спортсменка, будет всем этим заниматься, конечно, не имея никаких профессиональных навыков в этой области, но эффективные менеджеры разве останавливаются перед такими проблемами, которые им совершенно не знакомы. Вот из таких людей у нас и состоит государственная власть, которая обслуживает интересы только олигархии, но никак не служит интересам Отечества и интересам коренных народов России. Президент Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, обязывающий налогоплательщиков сообщать об участии в иностранных компаниях. Это документ, направленный против офшорных компаний. Он вносит изменения в части налогообложения, прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций. Основной целью является создание действенного механизма пресечения использования низконалоговых юрисдикций с целью создания необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды. Так говорится в пояснительной записке. 1 января 2015 года Налоговый кодекс будет уже содержать понятие контролируемая иностранная компания. Напомним, что много лет назад, уже очень много лет назад, Путин выступал с угрозами к тем, кто прячет свои прибыли в офшорных компаниях, фактически лишая бюджета Российской Федерации дополнительных поступлений. Он тогда угрожал, делал страшные глаза и говорил, замучаетесь пыль глотать, имея в виду такую угрозу на уровне подворотни. Замучаетесь пыль глотать, то есть будет вам тяжело дышать в той ситуации, которую мы создадим. Этим угрожал Владимир Путин, но за многие годы не сделал ровным счетом ничего. Сейчас первая ласточка, конечно, можно ее поддержать, но кто его знает, что вообще будет из всех этих налоговых изменений. Потому что всякие налоговые маневры, как обычно, приводят к тому, что гражданам становится хуже, а жуликам и предателям становится легче и веселее жить. Вполне возможно, что и этот закон, который подписал президент Путин, тоже обернется какой-нибудь гадостью. Ну, все, что делает нынешняя власть, все почему-то перекашивает нашу жизнь и усложняет ее. Почему-то любое поползновение сделать что-то позитивное, превращается в свою противоположность. Мосгорсуд признал законным приговор, который был вынесен Грачи Арутюняну, признанному виновным в совершении ДТП с рейсовым автобусом. В результате ДТП, виновником которого он был летом 2013 года, 18 человек погибли, 40 человек были ранены. Можете себе представить, это как все равно, что разрыв снаряда прямо в салоне автобуса. 18 погибших, 40 раненых. Троицкий райсуд Москвы 4 августа приговорил его к 6 годам и 9 месяцам колонии. За убийство 18 человек к 6 годам. Из обвинения следует, что подсудимый не соблюдал правила дорожного движения, избрав небезопасную скорость и не уступил дорогу автобусу. Грачи Арутюнян заявил, что раскаивается в случившемся, а Мосгорсуд признал законным приговор водителю КамАЗа. За убийство 18 человек, пусть по неосторожности, но по преступной неосторожности, дают 6 лет колонии. Или Георгию Боровикову за то, что он якобы лишил свободы одного бомжа, и якобы забрал у него 1000 рублей. На самом деле он ничего такого не делал. А якобы, опять же, якобы возглавлял некую преступную группу, которая замыслила вот это ужасное преступление на 3 дня человека лишить свободы и забрать у него 1000 рублей. Вот это все оценивается в 7 лет лишения свободы, в 7 с лишним лет лишения свободы. Можно сопоставить 18 убитых, 40 раненых с одной стороны, и Мосгорсуд считает, что это нормально посадить вот этого многонационального человека, Арутюняна, на 6 лет. И вот те выдумки, которые привели к осуждению Георгия Боровикова, который никого не убивал, никого не избил, никого не ограбил, просто ему приписаны некие правонарушения незначительной степени тяжести. Но осужден он наравне с убийцей, который уничтожил почти два десятка человек, убил насмерть. Мы вновь обращаемся к творчеству Ивана Ильина, и на этот раз поговорим о проблеме государственности, того, что такое государство. Иван Ильин поставил проблему, что есть государство, корпорация или учреждение? Формируется оно снизу или сверху? Иван Ильин пишет, Государство в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты корпорации с чертами учреждения. Оно строится и сверху, и снизу, и по принципу властной опеки, и по принципу самоуправления. Нелепо строить все государство по схеме больницы или школы, ибо государственно зрелые граждане не больные и не школьники. Их осознанная солидарность драгоценна, их политическая активность необходима, их публично-правовая уполномоченность зиждительна, то есть созидательна, мы бы сказали. Все это есть могучий политический цемент. Это означает также, что политик, организующий государство, должен считаться прежде всего с наличным в данной стране и в данную эпоху уровнем народного правосознания, определяя по нему то жизненное сочетание из учреждений и корпораций, которые будут наилучшим при данных условиях жизни. Такими условиями жизни является территория и ее размеры. Чем больше эти размеры, тем необходимее сильная власть, и тем труднее проводить корпоративный строй. Это означает, что для России, для огромных ее территорий, всякая демократия совершенно предосудительна и нелепо. Нелепо организовывать республиканские институты управления где-нибудь в Якутии, на Дальнем Востоке. Это полная нелепость, и в этой нелепости, к сожалению, мы продолжаем жить. Второе – это плотность населения. Чем больше она, тем легче организация страны. Чем меньше она, тем необходимее начало учреждения. Это означает, что демократические институты, то есть формирование власти снизу, это прерогатива плотно населенных городов. А пространные территории, на которых проживает по одному человеку на квадратный километр, конечно, не должны иметь никаких институтов народного представительства, поскольку формирование власти снизу в данном случае является просто профанацией, просто нелепицей. Третье – державные задачи государства. Чем грандиознее они, тем меньшему числу граждан они понятны и доступны. Тем выше должен быть уровень правосознания, тем труднее корпоративный строй. Державные задачи России – это воссоединение ее в прежних границах. Это возвращение той мощи, которую наша страна демонстрировала в течение многих столетий, воздействуя на европейские и мировые дела. Это означает, что сплочение русской нации должно происходить вокруг национальной элиты, которой население должно испытывать полное доверие. И доверяясь ему представлять возможности для формирования государства как учреждения, а не как корпорации, которые постоянно тревожат какие-то дрязги на нижних слоях управления, какие-то противопоставления народа и власти. Четвертое – хозяйственные задачи страны. С примитивным хозяйством маленькой страны может легко управиться и корпоративное государство. У нас корпоративное государство при наших размерах, при размерах нашей экономики просто невозможно. Невозможно положиться только на частную инициативу, на малый и средний бизнес. Ну а крупный бизнес должен быть исключительно государственным, потому что если государственное управление убрать из тех крупных предприятий, которые определяют его перспективу, то тогда частный интерес выходит на первый план и разрушает государство, потому что его интерес входит в противоречие с государственными установлениями с общенациональным интересом. Пятое – национальный состав страны. Чем он однороднее, тем легче народу самоуправляться. У нас есть однородно заселенные территории, и ими управлять достаточно легко, в смысле разницы между национальностями, которые проживают бок о бок. Есть территории, заселенные через полосно. Там не должно быть никакой демократии, там должны действовать, разумеется, генерал-губернаторы. Шестое – религиозная принадлежность народа. Однородная религиозность масс облегчает управление разнородной, затрудняет. Обилие противогосударственных сект может стать прямой государственной опасностью. У нас так оно и есть. У нас сплошные антигосударственные, противогосударственные секты под видом религиозности. У нас масса инородных, несвойственных России религиозных представлений, у нас воинственный атеизм, у нас выдуманные религиозные воззрения, которые когда-то рождались в недрах спецслужб для того, чтобы раздавить, выместить, заместить православие в нашей стране. Поэтому, разумеется, предоставление каких-либо политических свобод для того, чтобы все эти секты расцветали, совершенно невозможно и губительно для, судя по российской государственности. Седьмое. Социальный состав страны. Чем он первобытнее и проще, тем легче дается народу солидарность, тем проще управление. Ну, у нас где-то первобытность, где-то настолько зацивилизованность, что дальше уже ехать некуда. Поэтому без волевого воздействия на социальную систему, на социальную структуру спасти и возродить Россию совершенно невозможно. Восьмое. Культурный уровень народа. Чем он ниже, тем необходимее начало учреждения. Уровень культуры в нашем народе настолько глубоко провален, настолько разрушен, что без учредительных функций верховной государственной власти, конечно же, невозможно его восстановить и поднять. Девятое. Уклад народного характера. Чем устойчивее духовно индивидуализирование личный характер у данного народа, тем легче осуществлять корпоративный строй. Народ индивидуализированный не духовно, а только биологический, и при том бесхарактерный, может управляться только властной опекой. У нас во многом именно властная опека может восстановить хоть какие-то признаки личностного самосознания. У нас народ в значительной степени превращен в охлос, то есть в толпу, которая легко покупается на пропагандистский продукт тех врагов, которые засели в органах власти и в средствах массовой информации. Все это указуется здесь только для примера, при всем этом подразумевается оговорка при прочих равных условиях. И так единого мерила, единого образцового строя для всех народов и государств нет и быть не может. И тот, кто вечно твердит все через народ, обнаруживает свое верхоглядство и свою политическую неспособность. А у нас таких народников полно. Идеи государства-учреждения представлены в истории началом монархическим и диктаториальным. Несмотря на это, монархическая форма государства способна уживаться с самым широким корпоративным самоуправлением. Например, Англия, Россия до 1917 года. Идея государства-корпорации представлена в истории началом республиканским и демократическим. Несмотря на это, республиканская форма государства способна вырождаться в сущий тоталитаризм, приближаясь к диктатуре. Германия после 1933 года, Россия после 1917 года. «Крайние лозунги, все сверху и все снизу, столь соблазнительные для примитивного мышления и страстного темперамента, одинаково несостоятельны и опасны. Тот, кто пытается делать все сверху, убьет творчество, самостоятельность своего народа, отвратит его от себя, ожесточит его, изолирует себя, захлебнется в сетях формальной и продажной бюрократии и подорвет жизненную силу своего государства, независимо от того, будет ли он левым или правым тоталитаристом». Именно это сейчас и происходит в России. Тот, кто попытается строить все снизу, разложит государство на систему маленьких, бессильных общинок, сделает невозможным единение и правопорядок. «При обладании дурному количеству над творческим качеством, захлебнется в волнах демагогии и смуты, очнется под пятой у тирана». Это то, что пытаются сделать у нас леваки всех масштабов, всех размеров. По сути дела, уничтожить государство и отдать его под власть инородного и иностранного тирана. Государство по своему существу есть организация не частно-правовая, наподобие кооператива, добровольно-свободная, а публично-правовая, властно-повелительная, обязательно-принудительная. И этим одним уже предопределено, что оно никогда не перестанет быть учреждением и никогда не превратится в корпорацию чистой воды. Дух учреждения может временно отступать на задний план, но горе той республики или демократии, в которой он выветрится совсем. В час смуты, революции, войны, стихийного бедствия, общей опасности, голода, заразы, самое демократическое, архифедеративная республика вспомнит о ведущей, повелевающей принудительной опеке учреждения и не будет решать все через народ, как это требовали наши русские сверхдемократические головотяпы в 1917 году и как требуют они сегодня. К сожалению, и в русском национальном движении таких головотяпов, которые хотят делать все через народ, достаточно много. Это, конечно, прискорбно. Итак, к каждому народу причитается своя особая индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и только ему. Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может быть губительным. К сожалению, российская конституция и российский государственный строй сплошь сшит из подражаний. И это прискорбное состояние должно быть, конечно, ликвидировано. Россия вновь должна стать национальным государством, как по форме, так и по существу, по сути, опираясь на свои национальные исторические традиции. Какое политическое верхоглядство нужно для того, чтобы навязывать всем народам государственную форму монархии, даже тем, у которых нет и тени монархического правосознания, например, Соединенным Штатам, Швейцарии или Бунтовщичинской Мексике? Однако не столь же безответственно загонять в республиканскую форму жизнь народа, выносившего в долгие века монархическое правосознание, например, Англию, Германию, Испанию, Сербию и Россию. Какое политическое доктринерство нужно было для того, чтобы в 1917 году сочинять в России некую сверхдемократическую, сверхреспубликанскую, сверхфедеративную конституцию и повергать в Россию с ее наиндивидуальнейшей историей, душой и природой в хаос бессмысленного? И бестолкового распада, который только и мог закончиться, тиранией бессовестных интернационалистов. Именно такая тирания у нас сейчас и есть. Что бы там ни говорили высшие представители государственной власти, у нас именно тирания демократических головотяпов, которые продолжают дело большевиков с самой возможной на сегодняшний момент энергией. Они стремятся именно к тому, чтобы вот эти глупости, связанные с отказом от всех форм монархического управления, были бы воплощены в современной российской истории. Участнику демократического строя необходимы личный характер и преданность Родине, черты, обеспечивающие в нем определенность воззрения, неподкупность, ответственность и гражданское мужество. Нет этого, и он пустое место, картонный кирпич в стене, гнилое бревно, проржавленное кольцо в цепи, и заранее обеспеченный предатель. Именно таких предателей у нас в так называемом демократическом движении полно, может быть, каждый первый или каждый второй. Демократический режим, в котором такие люди преобладают, не рушится только тогда, если некому столкнуть его. Бесхарактерные люди не способны ни к какому благому начинанию, они только кажутся людьми, они мнимые величины. Полно у нас таких мнимых величин, у нас все правительство состоит из таких мнимых величин. Граждане, научившиеся интернационализму, суть граждане всех остальных государств, только не своего собственного. И у нас до сих пор отторгается национализм для того, чтобы граждане потеряли свое гражданское самосознание, потеряли свою национальную определенность. Голосователи, не имеющие определенных воззрений и не умеющие их отстаивать, подобны тем резиновым игрушкам-зверюшкам, которых надувают сзади, и из коих потом чужой воздух выходит списком, а сами они валятся на бок. Вот такой образ Иван Ильин предполагает и для современного так называемого электората, так называемого избирателя. И пусть не найдется ни одного клеветника, который решится, вопреки всему, приписать нам скрытую симпатию к тоталитарному режиму. Мы видели левый тоталитаризм и правый тоталитаризм. Мы испытали на себе оба режима вплоть до арестов, допросов, угроз, запретов и даже более того. Мы имели возможность изучать оба режима до дна и относимся с нескрываемым нравственным и политическим отвращением к обоим. Иван Ильин здесь выступает как пророк. Действительно, советский строй с его политическими репрессиями и современный так называемый демократический строй с его политическими репрессиями для нас абсолютно чужд, для каждого национально мыслящего русского человека нынешний режим, режим Кремля, Кремляди, как мы называем, совершенно враждебен, совершенно чужд, как и возвращение в советский строй, в советский тоталитаризм. Наш образ будущего – это русское национальное государство, это русская традиция, это русский интерес на первом месте во всем, во всех государственных делах. Конечно, при защите от политических и прочих репрессий коренных народов России. С которыми русские, разумеется, собираются жить в дружбе и не собираются никого подавлять. Сейчас вопрос стоит о выживаемости, прежде всего, русского народа, а значит и России в целом. И поэтому все коренные народы должны быть заинтересованы в том, чтобы сплотиться вокруг русского народа, скинуть эту либералистическую диктатуру и утвердить русское национальное государство. Пройдут годы национального опамятования, оседания, успокоения, уразумления, осведомления, восстановления элементарного правосознания, возврата к частной собственности, к началам чести и честности, к личной ответственности и лояльности, к чувству собственного достоинства, к неподкупности и самостоятельной мысли, прежде чем русский народ будет в состоянии произвести осмысленные и непогибельные политические выборы. А до тех пор его может повести только национальная, патриотическая, отнюдь не тоталитарная, но авторитарная, воспитывающая и возрождающая диктатура. Поэтому мы выступаем за национальную диктатуру, за русскую национальную диктатуру, которая восстановит все то, что искривлено, испорчено, изгажено так называемыми демократами, либералами, агентурой иностранных государств, засевшие в органах государственного управления, в органах народного представительства, которые стали своей противоположностью. Все это должно быть уничтожено без всяческого сожаления. Мы должны прийти к тому государственному устройству, которое наиболее способно русскому самосознанию и тем обстоятельствам, в которых оно находится. А эти обстоятельства требуют национальной диктатуры, которая и есть путь к национальному возрождению России, к утверждению русского национального государства, а в будущем русской державности и русской политической свободы.